Дай почитать. О зарубежных детских авторах. Произведения некоторых она переводила сама. Автор признается, книга невысоколобая, я постаралась сделать ее увлекательной для всех. И добавляет, мир детской книги полон достойных, благородных людей с независимой точкой зрения, сохранивших на всю жизнь детско-юношеский максимализм. Вот они, рыцари детской книги. Рэндальф Кальдекотт, придумавший книжку-картинку. Его рисунки удивительно органичны и начисто лишены чопорности, декоративности. Это простота гениальности. Художник замечал, искусство, исключение – это наука. Чем меньше линий, тем меньше ошибок. Йон Бауэр, приручивший в своих иллюстрациях и сказках жутких троллей и гномов. А прообразом прекрасных принцесс стала жена художника Эстер. К сожалению, вся семья художника Йона Бауэрса погибла во время шторма. Его сыну было всего три года, но он навсегда остался в рисунках своего отца. Эльза Бесков – автор книжек-картинок, ставших национальным культурным наследием Швеции. Она умела находить чудеса и приключения повсюду, а ее героями становились в том числе обычные мальчишки и девчонки, а еще растения и грибы. А как необычайно смел Артур Рекхем, который по-своему иллюстрировал Алису в «Стране чудес» и Питера Пэна. Любопытным будет параграф, посвященный детской литературе и Первой мировой войне. Оказывается, в Европе русская детская книга в начале XX века была эталонной. Детская тема всегда удобна и эффективна в пропагандистской работе. В России появились плакаты и открытки, где военные герои изображены как дети. Мы по-новому посмотрели на Мэри Поппинс, Карлсона, Медвежонка Паддингтона, Муми-троля, Огуречного короля и многих других. Книга богато иллюстрирована и доказывает простую истину. Хорошая детская книга требует очень много труда, упорства, таланта, воли и особых человеческих качеств. И что бы с нами ни происходило, как бы ни менялся наш мир, детская книга – это всегда свидетельство литературного вкуса, красоты и неустаревающей актуальности 12+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!